Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней главы Ахраимот к дойшим и вопрос, который я хотел затронуть вообще такой важный отношение к алкоголю это щепетильный вопрос тем более во время коронавируса, как говорят отношение к алкоголю в еврейской религии то есть нас спрашивают, как еврейская религия относится к алкоголю запрещает или разрешает? у нас такие сложные запреты на питание алкоголь, Всевышний говорит, можно то есть как можно? Ведь у других народов, у других религий это вообще зло, они даже проверяют на состав чтобы там не было спирта, некоторые вещи то есть для них алкоголь это вообще какое-то зло определенное и здесь как бы входит наша недельная глава которая много чего объясняет но в первую очередь я хочу сказать что у нас мало лишь того, что разрешен у нас шабатники душ обязательно делаются на вино освящение шабатнего дня делается на вино или на виноградный сок виноградный сок может быть без алкоголя конечно, но мы говорим о важном понимании вообще как таковой подхода к евреевке к жизни да и подхода всех других что мы знаем, что материальный мир он является довольно сложным иногда непонятным для нас и другие религии для того, чтобы находиться на определенном высоком уровне они пытаются отделиться от нашего материального мира то есть они начинают себе запрещать огораживаться и типа монастыря они говорят мы отделяемся от всего нашего материального мира иначе мы не можем взаимодействовать с духовностью то, что они называют духовностью допустим, мы знаем, что для того, чтобы написать какое-то там хорошее произведение или быть математиком или еще кем-то надо полностью погрузиться в тот предмет, который ты изучаешь и в данный момент простые материальные вещи могут мешать человеку вот и поэтому люди от всего материального такие пытаются часто отстраниться для того, чтобы заниматься определенными духовными занятиями что же говорит Тора на эту тему и почему еврейский взгляд на жизнь совсем противоположный еврейский взгляд на жизнь требует очень маленьких деталей и мелочей я вам скажу очень интересную историю то есть как бы одна женщина пишет раввину и она спрашивает его скажите, пожалуйста, почему в иудаизме такое отношение к мельчайшим деталям почему мы так часто моем руки почему мы должны говорить столько про холод почему мы должны там одевать фелин делать такие материальные действия ведь это, говорит, материальный мир мы же должны быть как бы духовные мы должны усовершенствоваться, подниматься как так? почему такие мелочи нужны? и она получает ответ от раввина с задержкой он говорит странно, я вам ответил, неужели вы не получили моего письма? она говорит, нет, не получила говорит, а я забыл одну маленькую-маленькую мелочь я забыл в имейл-адресе поставить точку точку или полоску, неважно я забыл одну маленькую деталь я думал, что она не имеет значения и женщина получила ответ на свой вопрос что в геударизме значение имеет каждая деталь не просто та каждая деталь имеет значение потому что Всевышний сотворил наш мир и дал нам законы и в этот мир он в себя облег и мы постоянно с ним взаимодействуем и это к чему мы придем мы объясним, что такое быть святым народом то есть к дойшим тею так пишется, будьте святы что значит быть святым? быть святым мы должны в каждой материальной вещи проявлять духовность и к этому мы сейчас придем я объясню это более подробно но мы возвращаемся к нашей недельной главе наша недельная глава говорит о том что два сына Аарона зашли в храм и они умерли там и из нашей недельной главы мы выучиваем почему же все-таки они умерли там у нас есть предположение несколько вещей четыре причины, которые говорит Мидреш но мы скажем только о двух я хочу поговорить только о двух первая причина пишется что они зашли опьяненными в храм из чего мы это выучиваем пишется в нашей недельной главе после их смерти опьяненными в храм не заходите да, то есть ну если он говорит не заходите опьяненными в храм и вторая причина сразу скажу они были не женаты у них не было детей вот и еще были там причины но я сейчас именно на этих двух хотел остановиться теперь если он говорит им не заходить опьяненными в храм то тогда почему Маше и Аарон и Маше говорит я вижу что они очень святые люди они свяще, чем я и ты, они осветились изнутри, значит что, они же делали что-то плохое, как они, они же не простые пьяницы, которые зашли опьяненные, и тут есть ответ на эту тему, и есть на пулем очень большая беседа тоже, почему мы пьем пулем, знаете, что меня, наверное, смотрят не только евреи, но не евреи тоже, что те, кто не знают, у евреев есть праздник пулем, в котором мы выпиваем большое количество спиртных напитков, вот, и я опять же коснусь отношения ко всему этому, вот, но пишется, входит вино, выходит правда, то есть, так пишется в Талмуде и пишется в других книгах, что вино это сокровенные тайны, оно символизирует сокровенные тайны, так пишет Каббала, то есть, что когда дети Аарона вошли в опьяненный храм, им было очень большое духовное раскрытие, они смогли увидеть то, что обычный человек, не опьяненный, не всегда может увидеть, и это высоченное раскрытие, вот этот большой свет, не позволил им оставаться в материальных телах, они как бы от своих тел, ихние души выскочили, они не смогли находиться в материальном теле, вот, и мы знаем на эту тему, что задача еврея, да, как было вернуться, то есть, они были очень святые, да, они не смогли удержаться в своих телах, потому что алкоголь, который вошел в них, да, позволил им подняться на более духовную ступень, и почему же Маше говорит, почему же тогда Всевышний запрещает пить алкоголь, потому что задача еврея служить Всевышнему в заповедях, это к этому мы сейчас придем, задача еврея не улететь с этого мира, оставаться в этом мире, для этого ему не нужен были бы евреи, и не нужно было бы нас сотворять, у него есть ангелы, ангелы постоянно его восхваляют, они находятся на величии, ему нужен был наш материальный человек, и он сотворил наш народ, что мы служили ему постоянно в этом мире, да, и поэтому наша задача не умереть, как вы знаете, что если в шаббат человеку угрожает смертельная опасность, он обязан, не просто ему разрешается нарушить шаббат, обязан нарушить шаббат для того, чтобы сохранить свою жизнь, для того, чтобы соблюдать последующие шаббаты, да, то есть, такая вот заповедь, почему, потому что задача человека не умереть ради Всевышнего, задача человека жить ради Всевышнего, Всевышний его поместил в этот мир для определенной цели, чтобы он жил здесь и выполнял здесь заповеди, и вторая причина тоже становится понятна, они были неженаты, неженатый человек, его ничего не держат в этом мире, знаете, очень интересное положение, мы знаем, что празднуют два дня праздники в диаспоре и один день в Израиле, спрашивается, а как праздновать человеку, который приехал из Израиля, скажем, в диаспору, может он должен праздновать один день или два дня, говорят, что если человек неженатый, так он должен идти по общению, потому что неженатый человек сегодня здесь, завтра там, его ничего не держат в этом мире, я помню себя там неженатым, знаете, одна вещь, почему еврейская армия брала людей именно, одно из правил должно быть, что она должна быть женатой, настоящая армия, я имею ввиду армия Паторий, почему? Потому что мы знаем, какие вещи могут совершать молодые люди неженатые, да, то есть поэтому это было 20 лет, и женатый человек, у женатого человека за спиной семья, он должен вернуться победителем, а не умереть победителем, или не умереть героем, он должен вернуться, ему есть для чего возвращаться, он постоянно знает, что у него за плечами семья, он идет ее защищать, он идет за нее думать, он идет за нее дышать, и поэтому он знает, что семья ему важна, ему важно вернуться, и он хочет вернуться героем, а не умереть героем, это две большие разницы, помните тот интересный анекдот, когда один человек поймал золотую рыбку, вот, и говорит, может ли ты выполнить желание, она говорит, ну да, история, выполни любое твое желание, и он говорит, я хочу это желание, это желание, он говорит, и вдруг он советский человек был, он, наверное, еврей, говорит, я хочу еще быть героем Советского Союза, и тут он оказывается в окопе с одним патроном напротив танка, и он кричит, рыбка, рыбка, я же не просил посмертно быть героем, я хотел сейчас быть героем, окей, мы возвращаемся к тому, что наша задача оставаться в этом мире и служить в этом мире, а не улететь с этого мира, и поэтому Тора говорит нам, что нельзя заходить опьяненными в храм, потому что при опьянении ты можешь подняться на более высокую духовную ступень, и можешь улететь, а моя задача, что ты вернулся оттуда. Еще очень интересная вещь про женаты, очень интересная вещь, что первосвященник, то есть это так говорит Талмуд, хоть это выглядит очень так странновато для светского населения, он, когда он, он живет со своей женой, понятно, и вот он готовится к тому, чтобы войти в храм, да, и на всякий случай готовится другая девушка, которая готова стать его женой, если вдруг что-то случилось с первой женой. Кто знает, вдруг там что-то случилось, а он ответственный за весь еврейский народ, он должен зайти в храм, а он не может зайти неженатым, и у него тут же делают свадьбу, он тут же заходит женатым человеком в храм, для того, чтобы служить человеком женатым, для того, чтобы не остаться там, а выйти, потому что это считалось очень большой заповедью. И тут мы приходим глобально к любому понятию еврейской жизни и святости. Всевышний дал нам Тору, дал нам свои законы и сделал нас святым народом, он нас в эту Тору погрузил. Он, есть известные вещи Кабале, я сейчас не хочу касаться Кабалы, что в нашем материальном мире он погрузил большую святость, и он хочет, чтобы мы поднимали этот мир, освещали этот мир, мы приносили его к святости. И наша задача в этом мире жить и служить Всевышнему, и быть на определенном уровне высоты. Должна быть очень важная связь. Иногда мы должны действительно подняться, подняться на высокую ступень, мы должны, это постоянно, так существует наша молитва, утром мы начинаем молиться, учиться, молиться, уходим в микву, поднимаемся на определенную святость, и потом мы должны спуститься в мир, потому что без спуска в наш мир и без поднятия материальности, это ничего не стоит. Ничего не стоит. И это очень важно нам осознать, потому что, как говорил Рэбе, да, по-моему это говорил сегодня, кстати, второе яра, день рождения Рэбе Мараша, Рэбе Шмойля, и он говорил так, что, по-моему это он, его слова, он говорил, что материальность другого еврея это твоя духовность. Да, то есть это, я не помню, кто это точно сказал, но материальность другого еврея это твоя духовность. Так Всевышний сделал, Всевышний облег себя в материальный мир, вложил туда искры святости в каждую деталь, и мы, выполняя его задачу, мы поднимаемся к святости. То есть наша задача в этом мире быть святым народом. У нас есть определенная функция осветить наш мир своими заповедями, осветить весь этот мир в свете Торы, осветить заповеди, показать свет Всевышнего и не только для себя, и для народов мира тоже. И находясь в этом мире, занимаясь материальными вещами, ежедневными материальными вещами, мы прославляем имя Всевышнего иногда больше, чем прославляет человек, который с утра до вечера учится. Мы знаем интересную вещь, что когда человек ведет себя как положено, он может, говорят на еврея, еврей в нашем мире, он является как бы лакмусской бумажкой, что значит, смотрит на еврея, говорят, все евреи такие. И говорит Талмуд, что если еврей ведет себя достойно, то смотрит на него, говорят, он достойный человек, и не просто так достойный, потому что у него такой Бог. И не дай Бог, когда еврей ведет себя недостойно, говорят, он такой еврей, и вот такой у него Бог, значит, такой же, как он еврей, такой, как он и Бог. Очень интересная вещь, кстати, я ухожу чуть в сторону, есть понятие Хилу Решем. Хилу Решем – это осквернение имя Всевышнего. И как-то я слышал тоже на каком-то фарбрэнгене, что осквернить имя Всевышнего может только религиозный человек. Как же так? Да, то есть, потому что, когда смотрят на религиозного человека, они не видят, что это такой же человек с такими же материальными качествами, как и другой, только он и учит Тору, и знает, что от него хочет Бог, но у него остается такая же животная душа, как и у другого, такие же желания, просто он пытается над собой работать. И если, не дай Бог, он ведет себя недостоинно, то все смотрят на него и говорят, такой, как он он, такой у него и Бог. И поэтому осквернение имя Всевышнего может делать только, на самом деле, религиозный человек. И поэтому мы должны вдвойне быть за себя ответственными. Поверьте мне, наша нам всегда, то есть, как бы, помните, это известный анекдот, когда один еврей, старый анекдот, когда один еврей говорит, как твоя фамилия, как твоя фамилия, ты поменял фамилию? Он говорит, я Иванов. Он говорит, ну, почему? Он говорит, ну, если будет погром, или евреи будут ненавиды, он говорит, бьют не по паспорту, бьют по морде. Что значит, бьют не по паспорту, бьют по морде. То есть, многие, мы знаем некоторых евреев, которые пытались выйти из еврейской культуры, но мы все равно оставались для всех наших антисемитов все равно евреи. И поэтому, когда мы делаем что-то хорошо, не вспоминают, что евреи. Когда мы делаем, не дай бог, что-то плохо, все вдруг вспоминают, что мы евреи, и говорят, вот это потому, что они евреи. Вот это, помните, тоже старый анекдот, когда ребенок приходит в советской школе, приходит к маме и говорит, меня назвали грязным жидом в школе. Он говорит, не волнуйся, дорогой сынок, ты будешь грязным жидом в школе, ты будешь грязным жидом в университете, ты будешь грязным жидом в аспарентуре, а потом ты будешь великим русским человеком. То есть, когда ты станешь инженером, великим русским ученым. Вы знаете, это очень известная вещь, что художник Левитан, художник Левитан известный, его друзья-художники просили, чтобы ему разрешили входить в центральные города России, потому что он, была черта оседлости, он не мог пересечь черту оседлости, и друзья-художники писали письма, чтобы ему разрешили посещать тоже, то есть, они его очень уважали, чтобы ему разрешили быть частью этого города. А теперь кто он? Он великий русский художник, Левитан, да, то есть, великий русский художник, да. То же самое здесь мы говорим к тому плану, что на нас смотрит весь мир и говорит, что мы такие. Теперь мы возвращаемся к тому вопросу, с которого я начал. Если мы говорим, что Всевышний сотворил этот мир, а сегодня день рождения Рэбма Араша, и он говорил, что кто-то говорит, что надо, если есть препятствие, надо его пойти, и кто-то говорит, что снизу, сверху, сбоку. Он говорит, я говорю, изначально надо идти прямо, изначально надо идти над природой, изначально нужно идти над препятствием, изначально нужно идти выше препятствия. Весь наш материальный мир, который у нас есть, он построен для служения Творца Всевышний дал нам материальный мир, дал нам закон И это напоминает, если есть какая-то материя, ее нужно использовать в святости Поэтому отношение к алкоголю еврея очень простое Раз Всевышний его сотворил, значит оно нужно для чего-то И поэтому его надо использовать в святости Это ответ людям, которые говорят, что алкоголь вредно Вредно вообще жить, потому что люди умирают Как мы относимся к этому? Мы относимся так, что если это тебе по-настоящему вредит, откажись от этого Есть люди, которым нельзя пить То есть они когда выпивают, они становятся неуравновешенные, ненормальные И поэтому таким людям запрещено пить Пусть они делают кедушно-виноградный сок Они не могут использовать в служении своем это спиртное И поэтому, когда мы видим, мы говорим, как же люди спиваются Вот те, которые спиваются, им нельзя, нельзя людям этим заниматься Мы делаем все, что у нас расположено, используется для святости Всевышнего Вы знаете, что большое употребление сахара может быть намного вреднее, чем употребление алкоголя И оно может навести вред организму гораздо больше, чем вред алкоголя А если человек неуравновешенный после того Но это известная вещь, что мы пишем, что когда человек выпивает Это фраза, что у трезвого на языке Что у пьяного на языке, это у трезвого на уме Это понятно, потому что пьяный человек притупляет свой мозг И у него есть раскрытие В такой момент он становится душевным человеком Я очень хотел сказать, я живу в Казахстане И уже 18, почти 19 лет И в этот момент я хотел сказать очень такое приятное отношение То есть когда я его видел здесь Когда я приехал в Павлодаре, шел по улице, видел пьяных Я сразу отодвигал жену в сторону Готовился, что на меня кто-то нападет Или начнется какое-то нехорошее отношение Но что делали опьяненные люди, которые были в Павлодаре Они сразу шли давать мне руку, говорить Шалом, шалом, мы рады тебя видеть Все, у них проявлялась какая-то необъятная любовь На самом деле сущность человека проявляется, когда он выпивает Поэтому я хочу сказать, что я очень рад, что я работаю в Казахстане Что сущность казахского народа, она очень хорошая То есть когда мы это видим, если даже опьяненный человек Он ведет себя, он себя выделяет Когда я шел в Одессе и видел пьяного человека Я знал, что это должно закончиться дракой Если я не буду готов к драке То есть как часто это казалось дракой Нападением, криками жит или еще чем-то Но мы возвращаемся к тому, что мы говорим Что это важно, что любую деталь, которая есть в нашем мире Мы должны использовать на святость И я приведу очень шикарный пример То есть иногда для того, чтобы использовать какую-то вещь Эта вещь является для нас опасностью И мы должны от нее отделиться Где мы это видим? Возьмите пример человека, который сидит на диете Что значит сидит на диете? Человек не смотрел с собой И он увидел, что он пришел до больших размеров И ему это мешает, мешает ему жить это Мешает его здоровью И он понимает, что от этого надо отказываться Иначе это приведет к последствиям нехорошим И что он делает? Он понимает, что он не может сидеть рядом с вкусной едой Он отстраняется от еды Он убегает от еды Это, кстати, будет наша тема Еще про месяц ИАР Но это отдельно Это ближе к Празднику Шалот Мы об этом поговорим Человек отделяется Он сидит на диете Я помню, что когда я приехал с Израиля Я не знал, то есть тогда еще не было понятия диет В Советском Союзе я уехал в Израиль Потом приехал вот-вот Я выпивал большое количество Кока-Колу Очень большое количество Кока-Колу И от этого были нехорошие последствия И поэтому я понял, что это вредно И я решил бороться с этим Но бороться я не мог Потому что мое животное Мое животное я настолько привыкло к этому напитку Что оно не могло от него отказаться вообще То есть я хотел постоянно пить Как наркотик, который был для меня Как мне сказал один человек, один врач Он говорит, ты знаешь, что самый большой наркотик для мозга Это сахар То есть он чувствует сладко И он не может уже отказаться И я выпивал там 3 стакана воды 4 стакана воды 5 стаканов воды А потом запивал полстакана Кока-Колу Только так я мог не выпивать большое количество Кока-Колу Мне нужно было выпить хотя бы сначала глоток Потом еще глоток Потом я отказался полностью от этого напитка И не использовал его какое-то время Но, когда я понял, что пришло новое чувство Безразличие Я могу его пить, могу не пить И тогда я сказал Раз Всевышний его сотворил Я буду его пить на шаббат Чтобы получать удовольствие от него в шаббат Это лично мой подход Я никого не учу Я не хочу быть как те люди Которые говорят, что что-то вредно для здоровья И заставляют всех людей страдать Говорят, вот ты будешь жрать то, что я тебе дал Потому что это вредно для здоровья То есть Всевышний дает нам возможность выбора и понимания Есть врачи, которые говорят И с врачами мы советуемся Я всегда шутил Самая страшная болезнь это жизнь Это шутка Она передается половым путем С летальным исходом То есть болезнь И понятно, что есть многое вещи Которые в мире не полезны Но Тора их разрешает И надо их использовать на служение Всевышнего Но мы должны знать вот эту вот меру Которая не должна идти ни туда, ни туда То есть мы должны понимать Что если это используется для пить, что в доме Рова Постоянно было вино и мясо Пить, что как же он такой был праведник Потому что для понимания Тора Ему необходимо было пить вино и есть мясо Вот И если это мы используем в служении Всевышнему То это вещь важная И мы должны это использовать И поэтому это можно использовать Но если мы знаем, что это становится нашим предстарствием Из которого мы не можем И который вредит нам учебе Вредит нам, знаете, в Хабаде принято делать фабрингены И мой Машпи когда-то сказал такую фразу Если ты сидел до трех часов ночи на фабрингене И выпивал большое количество Валхайм И утром не встал на молитву То грош цена твоему фабрингену Значит этот фабринген грош цена Он ничего не привел То есть что должно быть? Должно быть использование служения Всевышнего Мы евреи, мы сотворены Каждая деталь нашего мира затронута для того Чтобы мы использовали его на святость Всевышнего И поэтому мы называемся святым народом Будьте святы Ибо я святой Бог ваш Да, что такое святость? Святость это отстраненность, как мы сказали Всевышний сказал Будьте такие же отстраненные, как я Вы хотите находиться на определенном возвышении Тогда, пожалуйста, вам есть законы Кашрута Шаббата и другого Вы должны быть святы Вы должны, ваша вся жизнь Проходит одна нитка Вы отдельные от других Вы не такие, как все Вы из другого теста Что значит другого теста? Вы не умнее, не лучше, не красивее На вас определенная задача У вас есть определенные задачи в этом мире Которые заставляют вас быть определенным духовным уровнем На вас лежит огромнейшая ответственность И поэтому вы, евреи, должны двигаться дальше Вы должны двигаться вперед Вы должны подниматься к святости Это задача, которую Всевышний возложил на каждого из евреев Служить Всевышнему и быть рядом с ним И поэтому наша задача не отделяться Знаете, что когда Есть люди Которые очень увлекаются кабалой Вот И Они почему-то не соблюдают Некоторые из них не соблюдают Заповеди Они говорят Нет, заповеди это такое Мы Что-то Зачем мыть руки? Мы хотим быть рядом со Всевышним Так вот Всевышний сказал Что если ты хочешь быть рядом со мной Так ты должен соблюдать эти заповеди Да То есть ты должен жить в них Человек хочет вырваться из этого кабала А помогает человеку вырваться из этого мира То есть А это иногда тоже нужно Да Подняться над этим миром Да Но некоторые люди настолько поднимаются к этому миру Что не хотят к нему спускаться А это не задача Иногда надо подняться к этому миру Как мы говорим Кабала в свете хасидизма Что значит Кабала в свете хасидизма Наша задача Кабала Хасидизм Книга Тани и другие книги хасидизма Позволяет нам благодаря возвышенности Спуститься в наш мир И поднять его на святость И быть вместе с ним святыми Да И А люди Когда на разницу были Очень сильные ограничения Тоже запрещалось Учить кабалу неженатому Только после 40 лет И все остальное Потому что у человека Могли быть шарики за ролики То есть он Поднимался наверх Уходил с этого мира И больше не хотел спускаться Он не хотел иметь ничего Общего с этим миром В этом отличие хасидизма От Кабалы Да Кабала уводит с этого мира А хасидизм наоборот В свете Кабалы Он позволяет Опуститься в этот мир Поднять этот мир Святость И быть единым со Всевышним Я слышал один очень замечательный пример Когда мы поднимаемся На самолете в воздух Да То почему-то температура Ну мы знаем законы физики Не будем далеко уходить Температура становится Все ниже и ниже Казалось Мы же ближе к солнцу Да Так должно быть теплее Оказывается наоборот Ну мы знаем почему Это из-за земли И все остальное То же самое и так Иногда нам кажется Что мы же ближе ко Всевышнему Ты хочешь быть близок Ко Всевышнему Выполняй его волю Да Выполняй его Тору Как человек один говорит У меня Бог в сердце Зачем мне выполнять Все эти вот заповеди Это мне напоминает Извините за грубость Я не знаю почему У меня такое настроение сегодня Вот Это мне напоминает Очень интересную вещь Когда человек говорит Я люблю только жену А ходит налево Да Постоянно Он говорит Не жена Это для меня святое А сам живет С другой женщиной Там дарит ей подарки И все остальное Он говорит Не жена у меня святое Она у меня в сердце Так вот не надо ей Что ты у ней был в сердце Сердце это хорошо Что ты у ней Но самое важное Даже больше чем сердце На практике Потому что только из практики Это войдет в сердце Да Любого человека Если ты говоришь Я люблю этого человека Но ты его предаешь Да То есть не только в этом отношении Это мой друг Ну В определенных отношениях Все Так же это вот Один пример Который кто-то привел Говорит Вот ты будешь идти По улице в шаббат И увидишь там Десять тысяч долларов Ты их не поднимешь Он говорит Нет Значит ты дурак Он говорит Почему Потому что ты можешь Использовать их в святости Я говорю Нет дорогой Всевышний Может их положить И если он положил их в шаббат И в шаббат их нельзя трогать И если я буду идти там И увижу их в шаббат Значит Всевышний хочет Чтобы я их не трогал А если я верю во Всевышнего Значит я их не буду трогать А если ты их будешь трогать Для святости Значит тебе на Всевышнего Глубоко наплевать Ты не веришь Что Всевышний Может Эти деньги тебе дать Ты веришь в эти деньги Ты являешься кем? Ты являешься рабом и идолопоклонником вот этих материальных денег, потому что ты считаешь, что все идет не от Всевышнего, а все идет от материального мира. А это очень взаимосвязано. Всевышний нам дал наши заповеди и наши законы. Так что, дорогие друзья, продолжим и дальше делать наши уроки. Очень рад с вами встрече. Я не ожидал, как мы говорим, что для Хатхилла Арибара я сначала думал делать один урок, или думал делать зум, а потом я подумал, что раз так, надо идти, как говорит Ребе Шмой, он говорит, иди над ним, над этим всем. То есть давайте сделаем изначально больше, давайте поставим высокую планку. До встречи.